Значит, одна из главных проблем, возникающая сегодня в христианских сообществах, церквях, это повторные браки. Говорить о них, получается, это само по себе проблема, да? Ну, не то, чтобы проблема, а то, что в повторных браках, есть легитимные повторные браки, то есть, после, доколе смерть не разлучит нас, а если смерть разлучила, то повторные супружеские отношения допускаются, и здесь возникает куча вопросов, во-первых, сопровождение в повторном браке, как помогать людям понимать, что повторный брак не как первый, там много разных вопросов возникает, и вот основной момент, который слушатели сегодня говорили, а как нам в церкви это доносить, потому что нас не знают, нас не понимают. Как правильно об этом говорить, чтобы не провоцировать тех, кто готов разрушить отношения, и второй, третий брак, четвертый. Мы не говорим о том, что надо разрушать, что это повторный брак, что это план Божий повторный брак, а план А, план Б, нет, нет, там есть один план, но повторный брак и существует, потому что люди много чего делают, чего Бог говорит, нельзя. Чем-то это напоминает ситуацию с Самуилом, который пришел к Богу, и народ говорит, дай нам царя, Бог говорит, они меня отвергли, но ты им передай, что вы вообще сделали очень плохое дело, но раз уж вы сделали, да, и причем, он говорит, Самуил, вы, они от этого не отступят, но скажи им, чтобы они хуже не делали. Вот мне кажется, что-то, ну, такое есть, вот похожее немного. Да, можно так сказать, чуть-чуть. Окей.